Доброго времени суток, уважаемые любители казахстанского футбола! Это очередной выпуск Турпатуру. И сегодня мы подведем итоги матча Олимпе-чемпионата Казахстана по футболу. Меня зовут Виктор Кирилюк, в студии мой коллега, наш спортивный комментатор, спортивный журналист Дидар Катыров. Дидар, добро пожаловать. Приветствую, Виктор. Ну вот скажи, скучаешь? Ты сейчас редко появляешься, да, комментируя матчи Олимпе-чемпионата Казахстана по футболу. Хотелось бы больше? Ты все-таки, твой любимый ОГЖИТ-ПЕС играет в Олимпе-чемпионате Казахстана. Может, поэтому он и пропустил этот тур. Ну что же, давай для начала вспомним результаты. Матчей было всего пять. ОГЖИТ-ПЕС с Ордабасы ранее сыграли. Тогда Ордабасы на выезде со счетом 4-0 победила. А Табол и МакТарал свои встречи перенесли. В первый игровой день состоялось три поединка. Казалжар победил с минимальным счетом футбольный клуб Астана 1-0. Аксу Шахтер 2-1. Ну а Кайсар и Кайрат сыграли со счетом 0-0. Второй игровой день Каспий Актубе 2-2. Ну а Атарау уступил дома с минимальным счетом ЖТСу 0-1. Ну и конечно к турнирной таблице мы через мгновение перейдем. Где лидирует Ордабасы. Астана 2-я. А у Актубе был шанс выйти как раз таки на вторую строчку по потерянным очкам. Ну вот не свезло. Далее Кайрат, Казалжар, Табол и ЖТСу. Это первая половина таблицы. Но там недалеко от Атарау с Кайсаром. И наверное уже группа из пяти команд, которая будет стоять на вылет. Это Шахтер, Огжи-Пес, МакТарал, Аксу и Каспий. Ну что же, давай отправимся к первому поединку, который состоялся в Петропавловске. Казалжар принимал Астану в первом круге. Астана домом победила 3-2. Мы понимаем, что Астана все-таки после Еврокубкового фиаско, можно это назвать? 0-4 в загоре. И Казалжар, у которого заканчивается сложный календарь. У них сейчас Астана, а дальше все пойдут. ЖТСУ, Шахтер и все остальные. Тебя удивил исход поединка победы Казалжара? Нет. Максимально коротко. Нет абсолютно. Почему на данный момент Астана, учитывая дела в Еврокубках, возвращаясь в Чемпионат Казахстана, здесь не показало уровня. Хотя важно понимать, что была проблема с реализацией моментов. Подходов было очень много. Тот же Томасов со старта. Если посмотрим видеообзор, то это в принципе поймем. То есть важно понимать, что здесь результат и ход встречи расходятся. Для Казалжара это в любом случае плюс. Команда, которая смогла воспользоваться шансом, который был у них. Здесь, кстати говоря, эпизод, когда потенциально рассматриваются пенальти ворота Казалжара. Но тут, не знаю, мне кажется, напоролся просто на ногу Ивана Графа Абатаимбетов, что забегал за спину. Ну здесь, да, действительно, Граф-то его видеть-то и не мог. Ну, не знаю, можно ли неосторожности где-то дать. Все-таки это Иван Граф, от него можно ждать чего-то подобного. Что вот он выставит ногу, отдавая передачу назад головой. Это неудивительно. Казалжар команда, которая здесь оборонялась, терпела, создавали моменты в гости. Ну, при этом еще реализовать нескольку. Ну что же, Астана в довольно оптимальном составе вышла. За исключением Чондвича, да, как за пример взять. И Абатаимбетов в основной вышел. Это значит, что, ну, вот, приняли то поражение и борьбы с Агрибом не будет в этом поединке? Не знаю. Я думаю, что просто в чемпионате нужно дела поправлять, что по-другому никак. Помнишь, когда-то при Станимире стоила, была такая картина, когда бросили играть на линпе на эвисенте Клиберон, на атлетике, и бросили силы на матч с Хайратом для того, чтобы играть. Здесь тот же самый момент, когда Станиму нужно включаться в чемпионате, иначе слот в Лигу чемпионов уплывет. И не будет никакой путевки на следующий сезон. Учитывая текущее положение дел, Астана, даже в шуманном составе, будет испытывать сложности практически с... в шестью-семью команды, в Лигу чемпионате поставить в футболе. Раньше такого не было. Здесь можно говорить о том, что с Агрибом как раз-таки выйдет полу-лезервный состав, чтобы дать парням, которые мало играли в текущем сезоне, как в Сванбек, Куа, как в Османов, к примеру. Не знаю. Думаю, что можно ждать против Агриба того же Лончера. Думаю, что выйдет основная линия обороны. Жвороговский вернется. Может быть, я не так хорошо сыграл против Агрибы. Там вообще в целом вся команда сыграла просто ужасно. Ошибки были недопустимые просто-напросто. Где-то выключились, не хватило концентрации и так далее. И тут тоже в концовке, в принципе. Ну и расчертили, а так все равно классно. Березкин дает проникающую передачу, увидев этот зазор. Взглянем здесь, да? Бросил взгляд, отдал пас. Дальше Имнадзе. Отдает во второй темп между двух. В общем, идеальней, лучше расклада. Просто не придумать для Козелжара. Потому что гол получился, правда, очень эффектно. Ну это вот, кстати, болезнь Козелжара пропускать как раз-таки в концовке. А тут они забивают. Предскушают уже стабильно легкие календарь. Ну не легкие в смысле календарь, а там, где действительно можно бороться. Я понимаю, что можно психологически где-то подкоститься, когда у тебя Ордабасы, Астана и Кайрат подряд все эти поединки идут. Вопрос ли это психологии, что ребята понимают, что сейчас набор очков пойдет более активный? Я не знаю, как там все происходит в команде. Просто могу сказать, что в Шимкенте они по делу потерпели поражение, посыпались под давлением соперника, который пошел вперед. Удалось шимкентцам создать нужное количество моментов. Они наиграли, наверное, на победу. А Казалжар, ну опять тот же Иван Граф. Кто там удалился? Я вот не помню его в Шимкенте. По-моему, Граф, да? Да-да-да. Вторая желтая. Веришь ли ты во взлет Казалжара, либо вот, ну, 5-6 место, это как раз таки предел этой команды? Это логично. Я думаю, Табол поднимется выше, Казалжар упустится ниже. Это вполне было бы справедливо, наверное, по такой игре. Не могу говорить, опять, исходя из дистанции, нужно такие выводы делать. То есть завтра, что будет дальше, мы не знаем, как будет себя проявлять Казалжар и как будет себя проявлять Табол. На данный момент Табол это команда, которая достойна войти в пятерку. Я не раз признавался в симпатии к Чурчищу, но это, наверное, модно сейчас после матча с Базером. Ну что же, из отрезка семи матчей Казалжар набрал всего 6 очков. Вот с Астаной как раз таки начинала эта серия, где потом Ордобасы, Табол, два матча с Кайратом, опять Ордобасы, опять Астана и 6 баллов. Ну, мне кажется, это вполне нормально, учитывая тот же Ордобасы набрал, что Актобе не очень просто пришлось с тем же Казалжаром. И вот во втором круге им встречаться, я думаю, Казалжар может дать бой уже во втором круге, точно так же на своем поле. Но вот другое дело, что как Казалжару удается без вот этой вот ярой поддержки. Понятно, что ходят на этот небольшой стадион, но народу не так много. Если бы они играли на Кобландэй-арене, на своем стадионе, точнее говоря, на Карасай, могли бы результаты вот как раз таки с лидерами домашние быть лучше уверенны? Когда команда шла в лидерах... Не вижу существенной разницы в этом случае. Конечно, хотелось бы, чтобы они играли при своих зрителях, но я не знаю, каков здесь фактор домашних стен. Он в Казахстане играет большую роль в определенных городах. Петропавловск пока к таковым не относился, хотя там неплохо ходят достаточно. Ну, у нас футбольный бум же сейчас происходит, да, на клубы начинают ходить. Мы прекрасно знаем, как болеют в Актубе. Мы увидели, что и в Шымкенте могут люди болеть. Почему люди не могут так болеть в Петропавловске? Потому что команда не первая. Ну, она шла до определенного времени на первом месте. Уверена, без поражений. На старте чемпионата? Тогда они играли на Астан-арене, по-моему. Нет, но это не имеет значения. Я тебе в смысле говорю, если бы они играли на своем стадионе, был бы вот этот вот спад большой. Но они сейчас пятые, поэтому... Если бы они были первыми, то там сейчас бы весь город уже находился. Все, я услышал твою точку зрения, понял. Аксум из города Павлодар отчаянно пытается подняться со дна турнирной таблицы. Наконец они с последней ушли, сейчас они 13-е. Эти три очка очень и очень нужны были команде Вахида Масудова. Как-то изменилось твое мнение по поводу Аксу? Ты как-то говорил, что это основной претендент на вылет. Нет, абсолютно. То есть, я очень люблю Игоря Шацкого. Я все так же считаю, что это самый лучший вратарь на данный... Нет, я про Аксу спрашиваю, не про Шахтёв. Я понимаю, я просто к тому, что это напрямую связано с результатом этой игры. Голоса ловья просто не было бы, если бы не Игорь Шацкий обрезался ужасно. Допустил ляп, который невозможен. Причем это во второй раз происходит, так было в матче с ЖТСУ. Я с уважением отношусь к Игорю и важно понимать, что исходя именно из этого, я так говорю, потому что хотелось бы, чтобы подобного не происходило в дальнейшем. Игорь подарил Павлодарцам 3 очка. Ну, я думаю, не ты единственный человек, кто Игоря очень сильно уважает. Его, наверное, вся страна. 100% просто я к тому, что ошибка была просто ужасающая. Мы чуть позже увидим этот момент. Здесь подача хорошая, казалось бы, но вдвоем бросаются на нападающего, забывают смещающимся к обзоре и тот спокойно забивает. Мы еще посмотрим на этот подход. Ну, в принципе, у Шахтёра тоже были моменты. Вот, к примеру, Перекладина, когда, я даже не помню, Кампы, по-моему, пробивал, да, это? Собственно, это еще в первом тайме было. Ну, учитывая, что из последних трех матчей только Актубева проиграл Шахтёр, вот это вот поражение в Павлодаре, удар сильный по самолюбию. Команда 6 очков в трех матчах набирает. Ну, а здесь вот не получилось. Или все-таки это следствие ляпа и можно было ничью ввести? Ну, вот сейчас посмотрим. Ничью они обязаны были возить. По такой игре. Игорь дарит мяч, затем идет передача в центр. Ну, все, он бросается. Ну, это было бы поздно. И да, отсюда Шахтёр, по этой игре, он должен был забирать хотя бы одну очко. И, наверное, чуть ли не выключать из борьбы за выживание еще одного конкурента. Ну, вот как раз, ты правильно сказал про конкурентов. Но вот есть у Шахтёра, например, в следующем туре шанс подняться, войти уже в третий десяток очков, а не играть против Атырау. Как ты думаешь, что-то получится у карагандинцев? Тем более, ну, Атырау мы все хвалили-хвалили, а они сегодня результат со знаком минус показали. Признаюсь, не хвалил Атырау и говорю об этом не исходя из результатов, а вообще. То есть для меня это будет среднестатистическая команда с хорошим уровнем дисциплины при Жуковском. И не более того. Так что Шахтёру все по силам. Помнишь тот тезис, который я произвесил до этого? Я не знаю, как считают болельщики. Думаю, что многие могут быть солидарны. У нас нет практически клубов, за исключением 4-5 в верхней части турнира таблицы, которые обязаны набирать баллы в играх с аутсайдерами или с другими командами. Все. Дальше там стандарты, навесы и как сложится, как там карта ляжет. Мало кто может знать. К примеру, как в этой игре. Для Пушацкого подача хорошая на Муртазаева и Шахтёр вдруг там могут сыграть ничего. Давай вот лично ты по Шахтёру и Аксу в перспективе то, что команды останутся в Олимпийском чемпионате. Каргандеццы не должны вылетать по такому чемпионату. Основные претенденты все так же. Палладарцы. Нет, каргандеццы не должны вылетать. Я про Шахтёр говорю. Ага, не должны были. Да, не должны вылетать по такой игре. То есть это основные претенденты. Это все так же Охжий Песк, Махтарал, Аксу и Каспий. Причем я не знаю, как по итогу там сложатся дела. Ну, в каком порядке ты имеешь в виду? Нет, вообще нет. Ну, то есть этой игры и темпа набора очков. Шахтёр в принципе-то матч проиграет. В следующем там либо ничья, либо победа. У него нет такой серии, как в начале. Будем откровенны. Они начинали чемпионат с очень сильными командами. Они его будут завершать. Поэтому вот как раз таки август, сентябрь, осень. Это то время, когда нужно по максимуму набрать, чтобы потом не переживать в условии того, что сразу три команды покидают Олимпийский чемпионат. Я, например, не удивлюсь, если Шахтёр по итогам чемпионата окажется выше там ЖТСУ или Кайсара. Ну, если сейчас взглянуть, ну, в принципе, пять очков, да? До ЖТСУ. Ну, просто смотрим на календарь. Исходя из календаря, уже там предрекаем. Вот примерно такая будет динамика набора очков. Но в Казахстане это невозможно просто. Там огромное количество изменений, нет стабильности и нет команд, которые демонстрируют какой-то уровень по-настоящему. Основная цель все так же остаться в высшем дивизионе. И мне кажется, вот эта мысль, она всех сковывает. Играть на результат, не играть там. Нет ни у кого какой-то стратегии развития, а в соответствии с этим нет и какого-то футбола по дистанции, чтобы ты мог какие-то резервы найти в себе. Просто все играют на отбой. Забьешь, навесишь, бросишь. Большую часть матча чемпионата очень сложно смотреть и очень сложно комментировать. У нас закрылось летнее трансферное окно. И вот как раз-таки Карагандинский клуб – это тот клуб, у которых не было подписания. Я говорил, Игорь Солошенко хороший кабан собрал. Я думаю, ему нужно дать шанс. Если это так, команда достаточно неплохо укомплектована. Если она останется в чемпионате, с учетом того, что там достаточно много игроков молодых, это чуть ли не единственный специалист, которого можно назвать удавшимся проектом в чемпионате. Я просто любитель сухой статистики и сухих цифр. Дело в том, что сейчас Шахтер сыграл 17 матчей, набрал 18 очков. Ну то есть средне-математическое получается, что примерно за 24 тура они наберут 28. Мы видим, что и ЖТСУ, и Атрау Кайсар будут набирать. Но, в принципе, я думаю, этого вполне достаточно для сохранения прописки. У нас еще больше, если говорят о статистике, любят говорить о бюджетах. Тогда давай сравнивать с Аксу, с Каспи. Мне кажется, там денег было все-таки больше вложено в этом сезоне. Больше трансферов, больше возможностей, больше рекордов. Про Каспи мы еще поговорим. Я согласен, что там были качественные подписания, именно в перспективе, что Каспи будет. Затем эти ребята уходят, на их место приходят те люди, которые непонятно вообще впишутся, они в этот коллектив или нет. Ну что же, закончили с матчем, который состоялся в Павлодаре. Пойдем далее. Кайсар в первом круге на выезде всех удивил, одолев алматинский клуб со счетом 3-0. Они тогда победили. Команда Кумыкова прямо сейчас на девятой строчке располагается. Ну а Кайрат немножко притормозил в последнее время. Данил Устеменко в ворота наконец-то вернулся. Давай о перспективах этих команд. Кайрат сейчас четвертый, но уже далековато, будем откровенны, от тройки. Сложно будет настигнуть, к примеру, Ак-Тубе. Здесь бы вообще на четвертой строчке и удержаться. О Кайсаре, о Кайрате. Я не помню, что говорил в предыдущий раз, когда был, ну, буквально мы 6-7 туров назад. Нет, нет, это был 3 тура назад. А, даже 3 тура всего. Да, да, да. А, это было после паузы, по-моему. Да, да. И я вот не помню. По-моему, я говорил тогда, что Кайрат, ну, не находится в борьбе за тройку. В принципе, тройка есть у нас Ак-Тубе, Ордабасы и Астана. Вот ничего не изменилось с того момента. Кайрат команда, которая все так же теряет очки в самые неожиданные моменты. Кайрат все так же команда, где может сверкнуть и взорваться Жао Паула, но потом в следующую встречу он может попасть. Так это было с Кайсаром, потому, собственно, наверное, Кайрат и не набрал очков. Главная надежда – это бразилец. Дай мяч ему, и он что-то придумает. И ресурс таких команд всегда ограничен. То есть, навряд ли такая команда будет идти по дистанции, и всех разрывать. По Кайсару Кумакова. Мы, кстати, в превью к туру выделили новое понятие – это стиль Кумакова. Новое понятие? Серьезно? Это как финн Зидана, стиль Кумакова. То есть, мы в одну галерею их поставили. Теперь так можно говорить. Ну, это понятно, стиль Кумакова. Мне кажется, уже лет 15 это уже понятие существует. Нет, мы просто закрепили его, понимаешь? Что теперь фундаментально, что это можно официально использовать. Запатентованное название стиль футбола. Да, я на протяжении последних лет пяти говорю. То есть, я вижу что-то такое. Ну, да не обидеться на меня, но это все-таки такой бей-беги. Это забросы из аута. Какие-то стандарты. Длинные передачи со своей половиной. Ну, и все. Ну, что еще? Больше ничего не скажешь. Кайсар, команда такая. Ударим, пробьем. Есть Совпель, который какой-то техникой обладает, что-нибудь придумает. Сахалбаев такой же. И все. Мне кажется, так. И все довольны. Кайсар там где-то в середине. Не вылетает из высшего дивизиона. Зрители ходят на матчи с лидерами. С Кайратом, Сактубиа, Сурдабаса, Састаной. Ну, в свете того, что основной защитник Садыбеков пропускал поединок и Сидахмет, который в предыдущем туре отличился забитым мячом. Вообще, у Сидахмета есть шанс стать лидером Кайрата? У Юрки Булара? Конечно, есть. У всех есть, безусловно. Только учитывая то, как он проявляет себя в последние сезоны, шансов все равно очень мало. Огромная серия была без Данила Устеменко. Сразу со сборной, когда он вернулся, его перестали ставить ворота алматинской команды. У тебя есть с чем это связать? Потому что мы все прекрасно знаем, что Данил ошибался. Данил ошибался, ошибался, но ему продолжали доверять. И затем дали шанс Ульянову. Ульянов тоже так ошибается. Это признание ошибок Кекера или это, как ты думаешь, какой-то воспитательный момент? Я не знаю, что просто внутри команды происходит. Я и до этого так отвечал на вопрос. Я могу там выдвинуть энное количество теорий, но не факт, что хоть одна из них как-то близка к ситуации. Поэтому, что происходило с Устеменко, он ошибался. В прошлом сезоне ошибался, но его все так же выпускали в старте. Теперь нет. Явно какое-то обстоятельство вмешалось. Ну, может быть, какая-то микротравма после сборной вернулся и так далее. Ульянов согласен. Ну, уровень вратаря, по мне, не выше явно, чем у Устеменко. Потому такая ротация вполне логично себе выглядит. В следующем туре Кайрат уехать в гости к Октубе. Мы прекрасно помним первый круг, когда Буранчеев получил травму. Какая атмосфера была на стадионе. Кайрат, вот ты сказал, что он удивляет самые неожиданные моменты. Там вроде бы казалось, да, вот вывеска определенно, там, первый круг возьми, Мактаорал Кайрат. Когда Кайрат едет явным фаборитом в Шимкент. Уступает там со счетом 1-3. Этот матч можно отнести тоже к неожиданности, что Кайрат может обыграть Октубе. Учитывая, что Октубе будет после ответа в матче Еврокубка. Если Октубе будет так же играть, как с Каспием сегодня, то нет. Разумеется, нет. Если будет опять ротация, если опять не будет четкого рисунка игры, как это было тоже сегодня. Набор очков с Октубе, это не проблема для... Не для Кайрата, а, в принципе, и для других команд из чемпионата. Разве что для, не знаю, Огжи Песа, Мактаорала, может быть. Да и до Мактаорала, в принципе, я бы не удивился. А вот сам Октубе может себе позволить ротацию в матче против Кутаиси? В ответ нам дома. Понятно, сегодня они определенную ротацию, там, не всеудачно мы об этом матче поговорим. Вот в перспективе. Там будет выходить прямо основа основ. Конечно. Для... Ну, результат 4-1, что, нужно удержать еще? Ни одна казахстанская команда не может играть в Еврокубках даже смешным составом. Она не может себе позволить даже при счете 4-1. Ни одна. Дело не в Октубе. Дело в том, что уровень казахстанского чемпионата невысокий. Вот и все. До сих пор. Он не повысился, понимаете? С ним ничего не случилось. Он не взорвался. Мы обыгрываем команды с постсоветского пространства чаще всего. Да, вспышка с Базелем была. Обстоятельства так сложились. Этот табол способен эти обстоятельства склонить в свою пользу. В остальном обыграли Тбилиси, обыграли Кутаиси, обыграли Базель. Все нужно подтверждать. Все нужно закреплять на деле и дальше. Если Октубе пройдет еще одну команду, это будет возможно. Румынский там Сепси, по-моему, команда называется. Если пройдет и их, тогда вопросов нет. Уже определенный уровень, наверное, казахстанский коллектив продемонстрировал. В остальном пока рано о чем-то говорить. Ну вот, а за счет чего этот уровень должен расти? За счет привлечения качественных легионеров или за счет развития детских школ и инфраструктуры? Стратегии, да. Да, да. Там очень много аспектов. Ну там понятно, что это не стратегия одного года. Это стратегия 50 лет должна быть. Конечно. Чтобы как минимум воспитать колени. Во-первых, в эту стратегию входит инфраструктура. Но самое главное, даже не это, а какое-то понимание того, как будет все выглядеть. Это тренерские курсы, это работа с детьми, это учет, аудит, который должен осуществляться государственным органом, потому что деньги выводятся на ровном месте сейчас. Давайте честно, если Роман Изотов получает, правда, свои 8 тысяч долларов в месяц, то это грабеж чистой воды. Непонятно, на каком основании дублер из Тульского арсенала может приехать сейчас в Казахстан и получать такие деньги. Клуб этого не опровергает и есть основания полагать, что информация верна. Хорошо, если информация не верна и он получает более скромные деньги, забирая свои слова обратно. Если это 8 тысяч, то уж извините, все это похоже, ну не похоже, это чистой воды развод, что тут говорить. Как может происходить такое, что клуб, который получает деньги из государственных органов, получает вопреки и получает, несмотря на то, что кто-то эти деньги мог бы получить и использовать совсем другим образом, платит 8 тысяч долларов дублеру из России, из практически третьей лиги. Ну, здесь давай претензии не только о деньгах, здесь еще вполне реальные. Актобе еще может побороться за чемпионство в перспективе. Он идет в тройке, Актобе играет в Еврокубках. Понятно, что он не считается легионером у нас, но команда, которая будет бороться в Еврокубках, приезжает человек с третьего дивизиона. Согласен. Ну, то есть в этом и претензии. Суть в том, что если эти деньги, если Актобе готов опровергнуть эту информацию, прекрасно, если не опровергается и так и есть, то тогда я не знаю, как возможно вообще, чтобы приобретались такие игроки. Кто подтверждает? То есть деньги тратятся просто, исходя из того, кто-то это пожелал или нет. Но мы же не знаем. Я не понимаю, как можно оправдать такую сумму денег, которая требуется на ежемесячную оплату труда этого игрока. Он вышел в матче с Каспием и выглядел. Да, здесь это не только проблема Актобе, вот эта информационная освещенность. Ладно, тут мы сидим, разговариваем, опровергнут это дело третье. Но существуют болельщики. Большая хорошая база у того же Актобе. У клубов есть инициативная группа болельщиков, которые имеют право запрашивать. Да, спрашивать с руководства клуба, спрашивать с футболистов, потому что, ну, футбол для кого? Конечно, бенефицар, получатель футбола как зрелища, это идет зритель. Мы ни на что не влияем. Как зрители, как болельщики. Я и к тому, что клубы наши должны работать с болельщиками не только матч-дэями, приглашением на стадион и результатом. Они должны радовать своей открытостью. Кого мы хотим так убедить, Виктор? Это мое личное убеждение, я просто согласен ты с этим или нет. Мы никого не убедим. Это невыгодно клубам. Зачем? Можно продолжать так же использовать свои ресурсы, которые тебе выделяются. Выделяются себе в миллиарды тенге, и ты создаешь там агентские, приводишь определенных людей, платишь. Я не говорю сейчас о какой-то определенной команде, а просто вот этот механизм, он актуальный для всех. Ты приводишь человека, он называется агентом некого игрока, и через него чисто вы можете провести, что ему требуется ценная сумма, ну и, соответственно, вы понимаете, что он не стоит 4 миллионов в месяц. Я напоминаю, что Дидар Кадыров подвел итоги трансферного окна летнего в Казахстане. Ну, ладно, поживем, увидим, может что-то будет меньше. Ну, вообще ничего, ты ничего не спрашиваешь о Каспии Ак-Тубе. Нет, я сейчас перейду к нему. Почему когда ты говоришь Ак-Тубе? Нет, потому что Ак-Тубе следующий, я же про ротацию у тебя, Дидар, сначала спросил, и идем далее как раз-таки, вот сейчас Каспий Ак-Тубе, мы просто, я тебе один вопрос задал, а мы переросли в обсуждение другого. Вот как раз-таки матч Каспии Ак-Тубе, где Карпович некую ротацию составу позволил. Да, там были определенные вопросы по шине, который вышел правым защитником во втором тайме, он вернул его на нужную позицию, и шина сразу гол и забил. Давай об этом поединке, о Каспии и Ак-Тубе. Вот, вынос передачи, ну, мне кажется, во-первых, идеальный арбитр там сыграл, потому что он пропустил мяч, а дальше Идрис Умаев просто обижал защитника и забил. Огромная брешь, Каспий почему-то так легко раскрылся, ну, в общем-то, вся проблема, наверное, была в том, чтобы защитник просто не угнался за Умаевым, что бежал изо всех сил, потому что играет он в этом чемпионате, ну, очень мало, и в совокупности, наверное, он провел два матча вообще полных, да, если посчитать его время, проведенное на поле. И Дурс Умаев полный матч не проводил, он только выходит на твое. Ну, я ему иду, да. Если бы он все его время сложил... А, по минутам проведенному? Да. Он до этого 153 минуты собирал в Олимпе чемпионате Казахстана по футболу и вот вышел. Окей, Октубе после этого мяча, ну, почему-то они себя плохо начали чувствовать. Ну, это розыгрыш аута, только взгляните, там численное преимущество у Октубе, никто не выдвигается на игрока, который осуществляет скидку, и, пожалуйста, проход Тейпи, и тот бьет и расстреливает спокойно абсолютно Мирослава Лобансова. У Каспи еще интересно было, они первый тайм в основном через левый фланг атаку конструировали, вот, собственно, и гол. Ну, у меня здесь претензия к защитнику конкретно, это к Яшину. Сейчас мы увидим повтор, который, смотри, он перед собой держит игрока. Мы видим конец эпизода, а они в штрафную так заходили. Ну, вот разве может так защитник играть? Он его все время перед собой держит. Да, понятно. А вопрос к Лобанцеву. Куда еще мог пробить игрок, находясь в такой позиции? Да больше никуда, все. И Лобанцев пропускает мяч в ближний угол, хорошо. По итогу много эпизодов, таких шальных, откровенно говоря. Да, Шина красавец вернулся и забил, и порадовал болельщиков Актобе, безусловно. Голумаева, ну, максимум, что в этой игре заслужил Актобе, это ничья. И, наверное, так столько же заслужил и Каспи по итогу, по тому и 2-2. Классно выработал, кстати, мяч, шикарно, просто подпустил защитника. Ну да, свои очередные шансы, кстати, получили Филиппович и Аблайхан Жумабек, но ими не воспользовались. Что с Аблайханом Жумабеком, что с Филипповичем? Мы увидели, как он прекрасно выходил в Еврокубках. Ну, есть основания доверять Андрею Владимиру Шикарковичу, который сказал по поводу того, что Жумабек где-то не выкладывается. Ну, то есть игрок такого калибра, которому там в прошлом году наперебой все коллеги говорили о том, что вот он сейчас должен быть вызван в сборную Казахстана, доказывать нужно. Если я, условно, комментатор, например, не выкладываюсь, плохо работаю на матчах, мне нужно выбирать трансляции. Не исходя из того, как считает один или два болельщика, а вот как бы по общему уровню там достаточно все легко понять. Так и с игроками, думаю. Ну, если он не выкладывается и не играет в «Ктубе», вполне, наверное, можно предположить, что Андрей Карпович прав. Я хочу концовку матча попросить наших режиссеров включить. Момент, который состоялся уже в дополнительное время, а там вспыхнуло. В прямом смысле этого слова. Можно нам, пожалуйста, видео. И вот этот момент. Практически массовая драка. Вот этот момент, да, когда Максим Самородов делает это. Ну, это что, на ничью так сильно среагировал? Или от обиды? Ну, там не было, в смысле, ничего такого, чтобы Максим пришелся так ответить. Почему? Да ему 20 лет. Вскипела кровь. Я не знаю, это неправильно. Ну, причем Самородов так себя особо никогда не вел. Ну, люди не имеются потихонечку. Что говорить? Есть определенные обстоятельства, что вмешиваются в жизнь. С самого начала, если посмотреть, То есть там достаточно провоцирующий ответ на действие подкат был в отношении Самородов. Я, насколько помню, в первом тайме еще Филипповича провоцировали. Он тоже там желтую получил. За него Альбек Касом вступился. И вот Филиппович там за футболку игрока потянул. И это как раз таки, что в концовке первого тайма случилось, что здесь вообще перед финальным свистком. Вот этот момент. Да, понятно, здесь игрока Каска и Акотцева тоже ни в коем случае мы не оправдывали. Но действует вот так. И вот национальный сборник. Да? Пусть берется за голову и все. Все, что ты скажешь. Ну, молодой. Глупое. Абсолютно глупое поведение. Недопустимое. Сто процент. Он подводит команду, удаляется, оставляет там себя вне заявки на следующую игру. Может быть даже это дисквалификация на несколько игр. Вот, я про это хотел спросить. Ну, что невозможно. Потому что это не спортивное поведение. Грубое и так далее. То есть это может быть там 2-3 игры. Вполне, абсолютно. Нет, я тоже считаю, что за такое не просто ты пропускаешь один матч. Это как культура отмены должна действовать. Что если ты совершил, должно быть порицание. Ну, как минимум пример должен быть. Что если в следующий раз кто-то захочет так сделать, то он там условно 3 матча пропускает реальных. Два условно там на год, например. Да, потому что этой эмоцией нельзя оправдать. Я смотрю на это как. Ты меня спрашиваешь, почему Максим Саморот так поступил. Я отвечаю. Скипела кровь. Оправдывает ли это его? Нет. Дисквалификация ли это на несколько матчей? Скорее всего. Заслужено ли это будет так? 100%. Потому что это, еще раз, здесь ничего не было. Это глупое и очень агрессивное поведение на поле. Ничем не оправданное. Ну что же, Ак-Тубе лишает себя шанса по потерянным очкам выйти на второе место. Там где-то болельщики. Я в социальные сети во время матча заходил. Как раз таки мы с Ермом Хмельмом Мауленом комментировали. И там болельщики писали, что ничья тоже устраивает. Не знаю, устраивает ли сейчас в перспективе того, что Ак-Тубе один матч выигрывает. Одного очка до станы все равно не хватает. А у Родобасы еще дальше и дальше. Ну, может, они просто смотрят на Еврокубки? Давай будем честны. Еврокубки, ну, благо, если туда выйдем, там, это уже другое дело. Но вот постоянно озираться на них тоже тяжело. Эти Еврокубки могут закончиться уже в этот четверг. К примеру, я условно говорю, я ни в коем случае не желаю поражения Ак-Тубе, чтобы они какую-то истину прошли. Они могут закончиться. А ситуация в чемпионате только ухудшится. Учитывая, что, ну, можно еще грезить. За семь игр стать чемпионами. Там у Родобасы тоже есть Еврокубки. Ну, просто непонятно, как они ими будут жертвовать. Вот. Ну, может, в Ак-Тубе, смотря на текущее положение дел, понимают, что чемпионство будет добиться, ну, слишком сложно. И это нормально, потому что так и есть. Гоняться с нынешним у Родобасы и Астаной при такой трансферной политике раз, два, ну, в целом какой-то атмосфере, потому что вокруг клуба слишком много всего очень негативного. и это все, конечно, так влияет на ситуацию. Проход торпеды Кутаиси будет, значит, много. Команда должна играть основным составом, но я думаю, спокойно пройдет Грузинов. Может быть, даже будет ничья, либо такой какой-то близкий результат. Дидар, у нас остался один поединок, Атарао и Житусу. Ты про Атарао уже в этом выпуске сказал, что у тебя особых каких-то ожиданий, впечатлений от этой команды нет. Да. Они сегодня уступили Житусу. Говорят, что Горовенко присутствовал. Я просто смотрел матч, именно слушая его, и, возможно, его показывали во время трансляции даже. Горовенко был на трибунах, и вот со следующего матча он возглавит Атарао, что Жуковский все. Я до этого, кстати говоря, их сравнил еще по ходу эфира. Говорят, что разницы абсолютно нет. То есть все то же самое будет происходить. Ну, парочка, наверное, новых игроков появится. А так и схема останется, и футбол тот же самый. Разницы между Жуковским и Горовенко нет. Они будут играть в 5-2-3, 5-3-2, и все. Пару исполнителей поменяется, а игра будет та же самая, абсолютно. Разница между многими каастанских специалистами заключается в том, что один коллектив действует более дисциплинированно, а другой менее. Вот и все. Кто-то может держать, как-то приструнив команду, кому-то нет. Потому что каких-то тактических изысков мы вообще не наблюдаем. И Атарао к числу таких команд не относятся. Там есть Фьонг, который прекрасен, безусловно, через который. В английскую. Как? В английскую премьер-лигу, он хочет через Казахстан. Ну, я сюда тоже сто раз говорил, что он хотел в Бондус-лигу идти и так далее. Потому что мы понимаем, что это дикая фантазия. А он каждый день куда-то в другое место хочет. Да, это дикая фантазия, конечно. Это дикая фантазия, да, отправиться после Казахстана в ОПЛ. Но я думаю, что это прекрасно, что человек вообще о таком мечтает. Это круто. У нас вот этого не хватает. Мы такие скептики. Ну, потому что мы привыкли смотреть на это из года в год. Мало что у нас меняется. А Эфь Йонг только приехал, поэтому молодец. Пусть уедет в ОПЛ. Может быть, для него это австрийская премьер-лига. Всегда тоже неплохо. Мечты, как поется в песне, может быть, почему бы и нет? Именно таким образом мысли материализуются. Я думаю, Эфь Йонг слушает касту. Ну, ЖТСУ благодаря этой победе удается подняться уже на седьмую строчку. Ну, это, наверное, не повод для удивления какого-то, что мы такие, вау, ЖТСУ на седьмом. Опять то же самое, абсолютно. Ну, условно, прокрутить на три тура назад и так вот. То есть вот здесь это подача на Норбергену Норбола, который опережает защитника и втыкает гол. Это не значит, что он-то плохой или что-то еще. Или гол там ужасен. Наоборот, гол-то прикольный, но в текущей системе координат. Ситуация, которая не означает то, что ЖТСУ прибавил в уровне игры. Я думаю, что они прибавили в плане дисциплины при Кожебергене. Ну, вот седьмая строчка. Они в итоге с нее, скорее всего, сползут куда-то ниже. Ну, я просто вспоминаю Горовенко. Вспоминаю Махтарал сентября прошлого года, когда он пришел туда, команда поднялась. Может быть, в казахстанском футболе новая тактика появилась? Да не, ну, она такая всегда была. Нет, именно Горовенко, что вот стрельнуло. Теперь мы будем Горовенко каждый год. Ты имеешь в виду Катрал? Да, да, да. Но у них неплохо дела же обстоят. Нет, дела-то неплохо, но они будут ухудшаться при таком отношении дел. Они дома в первом круге уже ПЕС, но 4 проектора. Ну, по-честному, давайте так, 23 очки. Ох, это давно было. После этого-то были и победы над Тоболом, к примеру. Успехи там в матче с другими лидерами и так далее. То есть команда в середине турнира таблицы, которая время от времени удивляет и добывает очки. И ничего интересного в их тактическом рисунке мы не найдем. Навряд ли. Навряд ли, откровенно говоря. Так что я не думаю, что уход Жуковского – это логично. Логичный вывод, который может сделать там руководство. Или болельщики. Ну, взамен на Горовенко. Скорее всего, от Рог, кстати, поднимется чуть-чуть. Но от этого мало что поменять. Лучше дела там не станут. Я ТСУ отполстил 8 футболистов, но вот Рушевича они нашли вроде как неплохого нападающего, который сегодня не забил, но, по крайней мере, до этого в трех матчах два мяча отправил в ворота. Учитывая, что со Стояномичем расстались, который до Юра был лучшим бомбардером команды с тремя забитыми мячами, ну, может, нашли кого-то забивного а-ля Андрея Филипповича, представляешь? Появляется в нашем чемпионате. А Траужа тоже в прошлом сезоне не так высоко располагался. Андрей Филиппович там львиную долю голов своей команды забил. Так же может у ЖТСУ с Рушевичем и получится. Ну и вкратце, у нас не играли, еще раз напомню, Охчетпес и Ордабасы. Табол с Мактааралом также договорились на осень перенести эту матч. Ордабасы сейчас уверенно лидируют в таблице. Все ли тебя устраивает? Идут ли они по чемпионскому графику? Просто лично твое мнение. Можно ли назвать это чемпионским графиком, как сейчас? Обыграв Казалжар, да. Да, это была победа важная, нужная, где удалось команде проявить там характер и так далее. Но это не команда, которая в Еврокубках зайдет далеко. То есть после 2-2 с Легией, дальше Шамкенцев ждет только поражение в Польше. То есть, может быть, мне припомнили, скажут, что через некоторое время Ордабаса выдаст какой-то результат. Но по такой игре, самое обидное, что я услышал после этого, не буду говорить, кто автор, вот какая разница между казахстанским футболом и современным футболом. То есть мы увидели. Вау. И это вот было после остальной Ордабаса. Мы увидели разницу. Потом была вспышка там Табола и, в принципе, Актобес Кутаис сыграл тоже на характере. Очень круто. У нас... Ну, мы можем ли мы сказать, что мы куда-то идем? То есть наши клубы куда-то движутся? Нет. Я не думаю. Может быть, я очень негативно отношусь. Может быть. Ну что, Джидар, спасибо огромное тебе за обсуждение итогов 17-го тура Алибе-чемпионата Казахстана по футболу. Спасибо огромное. Еще увидимся. Не уходи, я еще буду прощаться. Ну и, конечно, благодарим наших телезрителей. Смотрите казахстанский футбол. Любите казахстанский футбол. Он у нас один. Местами может нас что-то не устраивать, да, как болельщиков. Но все же давайте приходить на стадион и поддерживать клубы. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok